На фоне разбомбленных жилых домов и завалов в Бородянке под Киевом десятки спасателей работают 24 часа в сутки, чтобы расчистить то, что осталось от этого города. Но помимо этого, они также собирают доказательства для расследования потенциальных военных преступлений, которые уже ведётся. Только в Бородянке было найдено более 1300 взрывных устройств. При бомбардировке города использовались авиационные бомбы весом 250 и 500 килограммов. Запрещённые кассетные бомбы, которыми была усыпана территория и которые ему уничтожили на месте. Также реактивные системы залпового огня «Град», которыми обстреливались окрестные населённые пункты. В этом расследовании украинским властям сейчас помогают международные подразделения. У того, что произошло и происходит в других городах страны, для многих есть только одно определение. Конечно, это военное преступление, это дома мирных жителей. И во время обстрела здесь не было подразделений вооружённых сил. Их здесь не было. Они обстреливали мирный город, используя в том числе запрещённые кассетные бомбы, которые были сброшены прямо на эту площадь, в центре города. Неправительственные организации, такие как Трус Хаунс, также работают на местах. Они не хотят называть свои имена по соображениям безопасности, но объясняют, в чём заключается их работа. Мы опрашивали людей, чьи знакомые попали в плен, так называемый плен, которые подвергались пыткам и издевательствам. Также у нас есть свидетельства о казнях мирных жителей. Собранные доказательства, которые считаются конфиденциальными, затем заносятся в каталог и направляются в национальные и международные органы. Доказательства в виде свидетельских показаний передаются в Генеральную прокуратуру Украины. Мы сотрудничаем с прокуратурой. И передаём в международные следственные инстанции. За предыдущий год, с 2014 года и до вторжения, мы сотрудничали с Международным уголовным судом. Гагский суд начал расследование после того, как 39 стран поддержали просьбу Украины о его проведении. При этом Россия не имеет юридических обязательств сотрудничать с МУС и не обязана выдавать подозреваемых, так как вышла из состава Международного уголовного суда в 2016 году.